Виктору Ивановичу, краевая автоэлектронная эмиссия из пленок графена большой плоскости. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за представление. И мой доклад посвящен эмиссии из графена. На утренней сессии уже подробно было введено в эту тему эмиссию, поэтому я буду кратко. Например, автоэмиттеры обычно изготавливаются в виде острей, потому что эмиссия электронов при приложении напряжения возникает при очень больших полях, порядка 1 вольта нанометр. Для острей вводится коэффициент усиления поля, который по порядку величины определяется аспектным отношением. И с этой точки зрения графен должен быть очень перспективным эмиттером теоретически, потому что его толщина всего лишь один атом, и это минимальная толщина, которая вообще возможна. Поэтому можно ожидать низковольтную эмиссию, то есть при приложении очень малых напряжений. Также высокая проводимость, механическая стабильность, химическая инертность важны для стабильности тока. Эти свойства обеспечиваются прочной цитесвязью, и эта высокая стабильность важна для применения. Но также эмиссионные измерения могут быть и аналитическим методом, то есть исследуя свойства имитированных электронов, можно говорить о внутренних свойствах самого графена. Существует несколько ряд работ, которые показывают, что на утренней сессии было показано, что работа выхода определяется структурой края графена, то есть можно исследовать пассивацию, допирование структуры самого края, размерный эффект, проникновение поля. Зонная структура графена также влияет на эмиссионные свойства. Даже релятивистские эффекты и когерентную эмиссию можно наблюдать по эмиссионным картинкам. Но все эти теоретические работы и расчеты проведены для идеального образца графена. То есть идеальный край графена нужен, он ориентирован как-то в поле определенных размеров. В эксперименте все, конечно же, не так, и свободный край графена получают, закрепляя отдельные чешуйки малого размера, порядка микрометра, на держателях. Есть несколько работ, 6 штук есть, которые реализовали достаточно достоверно какую-то эмиссию из свободного края графена. Но на самом деле не все так плохо, какие-то предсказанные эффекты действительно наблюдаются. Но интерпретировать, конечно, данные для таких чешуйок достаточно сложно. Другой подход это исследовать графен на подложке с помощью зонда, который подводится к краю графена. Существует тоже несколько работ, но здесь и подложка будет влиять на свойства самого графена, и вот это усиление большого поля краем графена тоже здесь сильно экранируется. Большинство статей, конечно, посвящено массивам эмиссионов из графена. Но здесь, опять же, свойства самого графена уже практически не важны. Здесь уже, что является эмиссионным центром, здесь не очень понятно. Это больше интересно с точки зрения применения. Но на сегодняшний день такие катоды имитируют не очень хорошо, по сравнению, например, с более распространенными углеродными новотрубками. И в нашей работе мы исследовали другой тип образца. Это СВТ-графен большой площади на диэлектрической подложке. То есть в этом случае у нас латеральные размеры порядка одного сантиметра, а толщина графена все еще остается в один атом. То есть мы ожидаем высокое усиление поля, также мы ожидаем высокий общий ток эмиссии, который будет сравним с массивами вот этих графеновых микрочешуек. А также еще одним преимуществом такого образца является то, что мы точно знаем, что эмиссия происходит именно с края графена, а не откуда-то, как мы здесь, мы не знаем, где эмиссионные центры находятся. И мы можем исследовать этот край после уже эмиссии. Итак, мы использовали коммерчески доступный образец графена, крупленный в интернете, грубо говоря, на графен-супермаркете. Они получены с видеороста на медной фольге, потом перенесены на кварцевую подложку, достаточно большую, дюйм на дюйм. Качество контролировалось раманом, пленки достаточно хорошего качества. Дальше, для того, чтобы исследовать эмиссию, мы получали относительно свежий край графена, то есть мы нарезали его с обратной стороны, потом скалывали, чтобы получить свежую кромку графена. Вот здесь представлена типичная электронная фотография, и видно, что графен достаточно чистый, без большого числа дефектов. Потом мы помещали этот образец в вакуумную камеру, использовали анод в виде эмиссионного экрана, наблюдая на него эмиссионную картину, которая возникает под действием бомбардировки электронами, мы могли греть образец, расстояние между образцом и эмиссионным экраном мы могли варьировать в больших пределах. Ну и, собственно, вот результат этого эксперимента. Эмиссионная картина обычно состояла из ряда точек, порядка 10-20 точек на сантиметр. И основной особенностью вольтамперной характеристики было то, что при увеличении напряжения от нуля ток взрастал при каком-то определенном напряжении резко скачком. При этом после этого при обратном доходе скачка никакого не наблюдалось. То есть наблюдался вот такой эффект гистерениса. Лучше это видно вот в логарифмической шкале. То есть при некотором напряжении ВОН, которое, кстати говоря, было меньше, чем 50 вольт, то есть для данной геометрии эксперимента это очень мало. То есть мы действительно видим высокое усиление поля. Возникал ток порядка нескольких пикампер, потом он взрастал до уровня наноампер, и потом при некотором ВСВИЧ он резко взрастал на 5 порядков, даже, наверное, больше. И после этого при уменьшении напряжения, если мы уменьшали напряжение до некоторого ВОФ, то цикл опять повторялся. Если мы не доходили до ВОФ, а опять начинали увеличивать, то как бы в этапе на характеристиках достаточно хорошо воспроизводилось. И ток был достаточно стабилен. Вот от времени, здесь порядка часа время было, и вот такой ток, здесь плотность тока приведена, нормированная на длину, то есть на сантиметр, то есть 0,1 гампер в сантиметр, был достаточно постоянный, достаточно стабильный ток. При токе большим, чем 0,5 гампер, уже начиналась быстрая деградация эмиссионных свойств. Я немножко дальше расскажу, будет более подробно. Иногда наблюдалось несколько скачков тока, и при этом эмиссионные центры зажигались по отдельности. При этом, если построить эту вольтоперку теоретику в координатах Фауэрн-Артхейм, это сегодня на утренней сессии объяснялось, она должна быть линейна для металлической, для классической эмиссии, и она действительно на обратном ходе была линейна. То есть механизмы эмиссии, в принципе, соответствуют классическому закону, объясняемому квантомеханическому туннелированию. Обычно вот такие эффекты гистерезиса связываются в эмиссии, связываются с адсорбационно-дисорбационными процессами, потому что адсорбируемый атом меняет работу выхода. Мы провели ряд экспериментов при различном давлении и при нагреве образца, при котором адсорбат должен дисорбироваться. Но существенных изменений в характеристиках мы не увидели. То есть процессы адсорбца-дисорбца не влияют существенно на эмиссионный ток. Дальше мы провели исследование с помощью сканирующей электронной микроскопии. То есть после эмиссии, вот даже длительной, при умеренном токе никаких существенных изменений в общей морфологии, вот края не наблюдалось. Сейчас после воздействия большого тока край графена рвался на такие области, причем эти области были электрически изолированы от основной части графена. И на самом деле, чтобы понять, насколько большой это ток, то если разделить вот эту плотность тока на количество эмиссионных центров, то мы получим 50 микроампер. А 50 микроампер, например, для углеродных нанотрубок, это также является предельным током, при котором они просто сгорают. То есть это подтверждает то, что графен, он здесь работает так же, как и нанотрубке. То есть он пропускает предельные плотности тока. Но на самом деле вот такой разрыв может происходить не только под действием тока, а также под действием высокого поля, потому что кулоновская сила, или как и пандермоторная сила, достаточно высокая тоже при эмиссии. Но мы этот вариант исключили. На самом деле мы провели достаточно много экспериментов также с зондовыми измерениями, но наши результаты практически полностью подтвердили те результаты, которые провели другие люди раньше нас, в Китае какие-то группы. В общем, есть ряд работ, которые уже это сделали. Здесь я хочу показать только то, что при максимальных плотностях тока разрушение графена происходило не только в области зонда, но также и в гораздо большей области. Поэтому логично предположить, что разрушение происходит именно из-за того, что протекает очень большая плотность тока. И рвется графен, по-видимому, в области границ зерен, где сопротивление известно, что там сопротивление гораздо больше, чем внутри зерна. И даже иногда видно какую-то симметрию соответствующую графену. Но также вот здесь вот на рисунке видно, что небольшая чешуйка графена даже пересадилась с катода на анод. И это, в частности, демонстрирует то, что и вот эти панкроматорные силы, то есть кулоновские силы, достаточные для того, чтобы оторвать графен от подложки. И нас это навело на мысль, что вот эти гистеризистные эффекты могут быть вызваны именно действием кулоновских сил. Чтобы оценить, вот какое поле необходимо, чтобы оторвать графен от подложки, на самом деле, это вот можно померить экспериментально. В работе люди померили на мембранах из графена, что давление необходимое, чтобы начинать отрывать графен от подложки СО2, от кварца, должно быть 0,5 мегапаскалей. Если рассмотреть плоский конденсатор, то такое давление создается полем порядка 0,4 вольт на мм. Как я сказал, поле эмиссии это 1 вольт на мм, то есть оно больше, то есть поле достаточно для того, чтобы начать отрывать графен от подложки. Ну и в дальнейшем, чтобы оценить, как это может влиять на эмиссию, мы провели моделирование, распределение электрического поля. Все параметры мы взяли из эксперимента, то есть напряжение, все размеры. Единственный параметр, который мы не знали, какой взять, это толщина графена, потому что это один атом, и сказать, какую взять толщину, непонятно. Но мы взяли толщину порядка 0,5 нанометр, которая является длиной экранирования электрического поля в графите. И при экспериментальных данных, параметрах, мы получили поле порядка 2 вольт на мм, то есть это физически, ну то есть мы при таком поле уже должны наблюдать эмиссию, то есть это как бы физически разумное значение вот это 0,5 нанометра. То есть в дальнейшем мы добавили подложку, и вот такую же, как в эксперименте мы используем, и она уничтожила поле на краю графена в три раза. То есть если графена у нас теперь будет отщепляться от подложки, то поле будет от вот этого значения, то есть уменьшенного в три раза до изначального Е0. Ну, например, вот при длине, которая отрывается в один нанометр, мы получили увеличение поля в два раза. Но увеличение поля в два раза, так как у нас вольта-амперная характеристика сверхстанинциальная, то это может приводить к изменению тока на несколько порядков, что мы, собственно, и наблюдаем в эксперименте. То есть процесс происходит следующим образом. При приложении поля изначально у нас имитирует графен, который лежит на подложке, прикреплен как бы к ней. Далее при некотором поле пандраматорной силы достаточно для того, чтобы его оторвать. Он отрывается, имитирует гораздо эффективнее. При этом, если мы опускаем до некоторого значения, он обратно прикрепляется. То есть есть какая-то, ну, грубо говоря, сила трения покоя, да, которую необходимо приложить, чтобы оторвать. При этом, если мы не доходим до вот V-off, то как бы он остается в отворном состоянии, и здесь можно имитировать. На самом деле подобные вольт-оперные характеристики наблюдались и для углеродных нанотрубок. Вот в этой статье описан следующий эксперимент. То есть это пленка углеродных нанотрубок. Также напротив плоского экрана расположено, прикладывается поле. Они тоже наблюдали вот скачок напряжения. Также вот выглядит координата Фаверна схема. И они объяснили это тоже вытягиванием трубок в процессе автоэлектронной эмиссии под действием панораматорных сил. И существует очень много статей по поводу электромеханической системы на основе нанотрубок с участием полевой эмиссии электронов. Вот, например, можно получать автоколебания, то есть генераторы электромагнитных импульсов, нано-механическое радио, измерение массы с точностью до одного атома. Но также почему, если подтвердится наша гипотеза о том, что графен действительно ведет себя вот так, как мы предполагаем, то можно использовать графен, и у него вполне возможно свои преимущества в этом смысле. Ну и таким образом я прихожу к заключению. Мы исследовали автоэмиссию из графеновых пленок в большой площади. Она была достаточно стабильная. При больших токах мы наблюдаем разрушение краевой области и наблюдался эффект экстереза, который мы объяснили отщеплением графена от подложки. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за...